Неразвитость инфраструктуры сельской местности, недоступность тех услуг, которые медицинские, культурные и так далее. Вот этих услуг в сельской местности, скажем так, неразвита. Вот эти причины и низкая заработная плата по сравнению с другими отраслями. Например, педагоги получают 240 тысяч и выше, допустим, сельской местности. А вот специальности по сельскому направлению, например, ветеринары, агрономы, они где-то в пределах в среднем 188 тысяч. Уже разница такая существует. Также самая главная, конечно, проблема, это проблема с жильем. То есть нет желаемого жилья, допустим, приобрести, а построить в разных регионах, конечно, она по-разному стоит. Допустим, затраты, чтобы построить хорошее жилье, например, стройматериалы сейчас очень дорогие, и, возможно, те, допустим, средства, которые выделяются для сельской местности, 7 миллионов с чем-то, да, а вот для районных центров 9 миллионов, да. Вот, может быть, в каких-то регионах его достаточно, например, в северных, отдаленных регионах, а, допустим, в регионах, где более-менее развита сельская инфраструктура, его может не хватить, потому что где хорошие дороги, где есть, допустим, дома культуры, садики, школы, вот в таких населенных пунктах, конечно, жилье стоит намного дороже.